Всем привет, с вами снова Мегасириус12, мы продолжаем проходить игру Форсара 2. Сейчас мы в Редмонте, как вы помните, мы остановились на том, что у нас боганулся квест, мы не могли взять помощь церкви квест на Редмонте. В общем, я даже не вылазил в интернет, я решил попробовать сам, и я нашёл способ, и если честно, не без эгоизма скажу, что у меня греет мысль, что я сам пришёл к этому способу. Я не знаю, возможно, он и описан в интернете, но я своими мыслями к этому способу пришёл. В общем, я подумал, что мы ему предлагаем деньги, ну, то есть там диалог пропадает из-за того, что он перекрывается другим, то есть там появляется диалог, что, мол, надо отдать 4 тысячи за кое-кого. И я тут подумал, а если у нас не будет денег, будет этот диалог появляться или нет, и поэтому я попробовал. Ну, как вы понимаете, диалог не появлялся, то есть я скинул деньги офицеру, вот как сейчас, всё, у меня денег ноль, я захожу в церковь, и смотрите, что. Мне надо с вами поговорить, и видите, пропадает диалог о том, что мы должны 4 тысячи по просьбе кого-то там пожертвовать, и появляется другой. Видите, я заметил, что вас что-то тревожит. И у нас как раз хорошая репутация, и нам говорят, что мы должны разузнать, вот этот квест у нас появился в судовом журнале «Помощь церкви». То есть вот такой способ, я не знаю, есть он в интернете или нет, правда, не знаю, честно, не смотрел. Поэтому, если вы сталкивались, или кто-то из знакомых столкнулся с такой проблемой, то можете сделать вот как я. То есть я не знаю, может в интернете и нет решения проблемы этой. В общем, забираем свои деньги, разумеется, обратно. Кстати, я тут снарядил торговых этих офицеров, точнее одного офицера нашего. То есть я ему вон зелье закупил. И что ещё главное, я прибра... Извиняюсь, заговариваюсь. Прибрахлился сам. То есть смотрите, я купил новый пистолет, мой самый любимый, с которым я до конца игры буду бегать. Брятерский называется. Он однозарядный, но он очень хороший. И как вы видите, я купил хорошую подзорную трубу. Ну, отличная труба, если в продаже появится, покупать её смысла нет, потому что её можно будет найти потом в дальнейшем. И теперь мы отправляемся на Гринфорд, разумеется. Первым делом я, потому что хочу сразу продвинуться по Квесту. Сейчас отправляюсь на Гринфорд. И потом оттуда отправимся сразу на Пиратский остров. А оттуда мы снова отправимся на Гринфорд. Ой, на Гринфорд. На Редмонд. То есть вот сейчас курсируем между этими тремя островами. Потому что нам это будет на руку. Так, я что-то ночью вышел, давайте ещё подождём. Доплыть форт Оксбой нет. Форт Гринфорд, да. Кстати, мы там что-то везём, да. Но это не наш груз, его нельзя продавать. Поэтому... В общем, сразу идём в таверну, как всегда. Чем я могу вам помочь? Спрашиваем про священника, то есть, в общем, нас наняли узнать. Тут слухи ходят, что священник не чист на руку, и нам надо узнать, правда это или нет. Вот мы спрашиваем таверчика. Он говорит, что священник этот очень хороший и плохого никогда не совершит. Теперь мы, разумеется, сходим в саму церковь. Ну, а как же без этого? Поговорим с помощником. Добро пожаловать в лоно церкви! Он нам говорит, что этот священник, как бы, всё-таки не чист, и у него любовная связь, как бы, со служанкой из таверны, и даёт доказательство. Письма, то есть, любовные письма, которые он ей писал. Ну, теперь мы идём обратно в таверну, говорим, что тавернчик нас обманул, мол, ни хрена такого. Чем я могу вам помочь? Он тебе живо голову прочистит. Чем я могу вам помочь? А, нет, не так. Мы говорим сначала с вот этой девушкой, потому что, якобы, ей он писал письма. Мы её спрашиваем, и она действительно подтверждает, что он ей писал эти письма. Чем я могу вам помочь? Теперь он предъявляет тавернчику, что, мол, он нас обманул, и священник плохой, но он нас продолжает убеждать в том, что священник хороший, скорее всего, его оклеветали. И он говорит, что он побеседует с девушкой, пытается узнать правду, а нас отправляют в дом некого датчанина, который в состоянии, ну, он умеет поделывать письма, и он мог это сделать. Нас к нему отправляют что-то узнать. Ну, скажу сразу, как бы, такой спойлер. Независимо от того, узнаете вы у него или нет, таверчик расколет свою девушку и, правда, выяснится. Но сначала давайте что-то поговорим. Так, можно попробовать его обмануть. Мы ему говорим, типа, мы готовы заплатить. Он говорит, что согласен за две тысячи сделать это, и мы ему говорим. Но вообще-то, что согласие взять деньги означает то, что письма он писал. Ну, в принципе, это и логично. Признаю, ты меня переиграл, да, это я писал эти письма, надеюсь, больше вопросов нет. Нет, ты можешь заниматься своими делами. Но, в чём прикол? Для того, чтобы это сработало, нужен авторитет. Помимо хорошей репутации, нужен хоть чуть-чуть прокачанный авторитет. Поэтому, всё-таки, я советую его хотя бы до трёх прокачать. Также у нас новый уровень у нашего персонажа. У бойца у нашего. Так, мы ему скачаем фехтование, пока мы будем прокачивать фехтование, потому что у него мало развитые способности фехтовальные. Но у него, зато, есть способность стрелок уже, и меткость немного прокачана. Помимо него, ещё уровень у Артуа. Так, это торговец какой-то. Ну, давайте торговцу, качаем торговлю. Я, конечно, не знаю, зачем я левому NPC прокачиваю торговлю. Вообще, навыки прокачиваю. Ну, чтобы глаза не мозолило. Так, это наш канонер. Ну, и вот у Артуа тоже уровень. Мы ему качаем навигацию, как вы помните. Ну, и, разумеется, навигаторские способности. Плавание в штормах, конечно, не берём плавание в штормах. Или в штормах. Даже не знаю, как правильно. Честно. К своему презрению. И теперь мы идём, говорим торговчику, что мы развели датчанина. А он говорит, что он развёл свою служанку. И, в общем, всплывёт. Чем я могу вам помочь? И, в общем, мы узнаём, что письма поддельные. Никто не ей эти письма не писал, и что это всё устроил помощник священника. Вот такая крыса оказалась. Даже в церкви есть такие крысы. Ну, а нам ничего не говорит. Желаешь исповедаться, сын мой? И с самим священником насчёт этого уже тоже нельзя поговорить. То есть мы уже как бы завершили крест. Но вообще можно его шантажировать этими письмами. Насколько я знаю. Но мы не будем заниматься. Мы сделаем всё как надо. Ну, мы уже сделали. Теперь нам надо вернуться на Редмонд. Ну, мы и вернёмся на Редмонд. Но сначала давайте выполним поручение губернатора Редмонда. Сайл... Это Сайл, короче. Ну, как-то так его звать. Он нас просил доставить письма на пиратский отзыв. Чем мы, собственно, и займёмся. Помимо этого, у нас ещё один дверь. Что вам надо, шеньор? Который мы сейчас попутно выполним. Точнее, попутно у нас он выполнится в Редмонде. Но мы сейчас, в общем, убьём двух зайцев одним выстрелом, скажем так. Так, сначала мы идём к губернатору, разумеется. Отдаём ему письмо. Кстати, его можно обворовать. Но удивление, как... Без фокусов приятелей. Варим уже на неприятности. ...с этим губернатором пиратским. И нам теперь надо обратно вернуться на Редмонде. Ну, такой, не лёгкий квест, достаточненький. Ид не в нём. Путь в том, что мы сейчас... О, тайник обновился. Вот тайник между камнями. Противоядие там лежит. Если не хочешь вылететь отсюда, запомни. Спрашиваем его про чёрный фрегат. У нас уже по месту странные вещи творятся на архипелаге. В общем, он... Она рассказала нам, что они тут были, дебошировали, ужасные люди, все дела. В общем, страшный фрегат. И вот чё, нам говорят, что... Типа, они были здесь на берегу, но больше ничего не известно. Ух ты, он даже не хочет с нами играть. Мы слишком часто выигрываем. Круто. Ну и, на самом деле, квест на этом застапливается. То есть, теперь нам надо... Продолжить этот квест. Квест можно только в церкви Редмонда. Но чтобы его продолжить, надо выполнить квест в помощь церкви. Поэтому мы сейчас поплывём на Редмонда, дадим помощь церкви и попутно продолжим вот этот квест. Повторюсь, если мы его не выполнили в помощь церкви, то продолжить квест в странные вещи творятся на архипелаге мы не сможем. Если окажется, что ты пират, тебя повесит. Ну, теперь мы и плывём, разумеется-таки, на этот. Какого? Редмонд. А почему бы нет? Чем могу служить? Чем могу служить? Синьор! Но сначала мы сохранимся. И теперь плывём, такие шутки, на ускорение. Надеюсь, в шторм не попадём. Нет, мы его по краешку обошли. Так, сейчас у нас будет день, и мы выйдем на карпах. Порт Редмонда. Так, причаливаем. И сразу же первым делом идём к губернатору. По сюжету продвинемся. А-а-а! Мой дрожайший капитан! Так. А, вспомнил. Нам надо найти пропавшую коллекцию каких-то статуэток у этого губернатора. И искать её стоит где-то около 2-2. Ну, достаточно простой квест. Он нам сколько-то там денег дал, я даже уже не обращаю внимания. Вот. Вернуться в коллекцию индийских произведений искусств. Ну, это мы потом будем делать. Сейчас мы несёмся в церковь. Потому что мне не терпится начать проходить вот этот квест дальше. Самое интересное начнётся как раз таки с того, как только мы продолжим его в церкви Редмонда. Вот тогда начнётся самое интересное. Потому что там уже всплывёт информация о том, что это всё устроили некая организация, какие-то сатанисты, культ целый. Вот видите, тут человек появился. Ну, кто проходил этот квест, тот знает. Зачем он здесь появился? Да пребудет с тобой Господь, сын мой. Это касается дела, которого вы мне поручили. Вот, кстати, появился снова диалог о том, что деньги надо пожертвовать. То есть, потому что мы деньги забрали, они у нас новые есть. Ну, мы ему расскажем, что письма поддельные, все дела, и он нас награждает. У нас повышается репутация. Потом нам денежку, по-моему, дали. И что-то ещё у кого-то... Ага, у нашего бойца уровень поднялся. Мы ему фехтование качаем и меткость. Так, он уже профехтовальщик, поэтому давайте-ка дадим ему меткость стрелок, чтобы он побыстрее со своей мортиркой обращался. Ну и говорим дальше ничего разного. Не забывай о душе, сын мой. Ага, пока нельзя поговорить. Поэтому давайте опять попробуем нашим способом. Открытым совсем недавно. Скидываем денежку. Никуда не уходи с моими деньгами, братан. Я тебя везде найду. Да пребудет с тобой Господь, сын мой. Вот мы спрашиваем его, видите ли, я вижу, что вас опять что-то тревожит. Он нам рассказывает достаточно странное... Ну, достаточно, точнее, не странное, а это... Знакомое нам происшествие. И мы говорим, что знаем об этом. Детей погрузили на черных ригат Мефисто. Тот ушел в неизвестном направлении. Вот мы говорим. В общем, нам пока особо ничего не говорят, нас просят отплыть на Исламуле и сделать это... Ну, прибыть на Исламуле втихую. То есть не в порту, а в каком-нибудь скрытом... На скрытом пляжу. Или пляже, я вообще не знаю, как правильно я извиняюсь сразу. За мою мега-грамматику. Не забывай о душе, сын мой. Ну и все. Мы теперь продвинулись по этому квесту, наконец-таки. И сейчас мы действительно отправимся на Исламуле. Но прежде, чем мы это сделаем... Так, у нас два квеста на Кончинсауле. И надо срочно уже плыть туда, потому что мы достаточно долго мотаемся. Мы можем эти квесты просрочить. А я не хочу, чтобы это случилось. Поэтому давайте сохранимся. И отправимся на Кончинсауле. Оттуда уже на Исламуле. Сейчас сразу выполним все квесты. Смерть, примен. Не, я не хочу в смерть попадать. Совсем не хочу. Давайте попробуем еще раз. Ну вот, мы почти доплыли. Шторм нам не угрожает. Так, доплыть. Порт Кончинсауле. И сразу давайте поставим еще одного. Так, канонир или артуа? Давайте посмотрим, кому опыт важней. Ну, артуа много, конечно. Давайте поставим нашего Эдгара. Нашего, этого, канонира. Потому что я хочу, чтобы ему уровень дали. Причаливаем. Зачем я его поставил? Потому что мы сейчас два квеста будем сдавать. Вот, мы уже один сдали квест. Ему дали уровень. И сразу же несемся в магазин. Э, что тебе кажется, должно произойти, братан. Ну что? Мы уже здесь выполнили квест артуа. Уже ничего не должно происходить. Чем могу быть полезен? Или это из-за того, что мы в прошлой серии опять поговорили с этим? С артуа. И, может быть, квест по-новой перезапустился? Не знаю. Так, в магазин. Идем в магазин. Мои товары лучшие на всем острове. Я себе разговор. Доставить груз. Так, у кого-то там уровень. А, ну, у нашего канонера уровень. Ну, разумеется, меткости, не укачаемые орудия. Способности канонерские, разумеется, мы ему выбираем. Увеличение повреждения команде давайте возьмем. Это нам пригодится. Так, и идем. Наверное, возможно, будет какой-то квест. Ксеньёк, отдохни и выпейте чего-нибудь. На сопровождении. Куда тебе надо? На Оксбэй. Мало денег. Ну, тебя нафиг. Давайте тогда попробуем... Это лучшее заведение на всем архипелаге. Я-то точно знаю, что говорю. Давайте посмотрим, куда нас в магаз... Ну, по доставке груза отправить. Кстати, мы сейчас где? Мы на Конченсауне. Может, что-то закупить можно будет? Экспорт поручено. Сахар, корица, фрукты. Сахар, корица, фрукты. Теперь смотрим, где это можно продать. Вот на Исламуле можно продать сахар. На Редмонте можно продать корицу. Сахар, корица. Ну, фрукты дешевые. Надо смотреть корицу и сахар. Давайте посмотрим, что стоит дороже. Мои товары лучшие на всем острове. Что стоит дороже, то и стоит закупать. Потому что продать тоже можно будет дороже. Вот корица стоит 10,11. А сахар где у тебя, братан? 4,3. То есть выгоднее купить корицу. Давайте этим и займемся. Закупаем корицу. Она будет нам достаточно дорого стоить. Но я думаю, это того стоит. Мы закупили всю корицу. Так, мы сейчас, кстати, отправимся на Исламуле же. О, на Исламуле тоже можно будет закупить корейцу. Запрять барк пополнить. Отборные специи, тончайший шелк. Давайте нашу барку тоже загрузим в корейцу. Чувствую, выгодно будет. Это сделка нам. То есть закупимся на тысячи на десять, где-то всего. И я вот что думаю сделать. Вам требуются услуги моей верфи. Барка 18 тысяч будет стоить. Так, это броня или трюм? А, вот, трюм 800. 800. Вот, 1200. Муфлей закупать дорого. Да, я хочу купить корабль. Давайте посмотрим, кого мы можем сделать капитаном. Только Артуар. То есть на Артуаре будем закупать корабль. Вам требуются услуги моей верфи. Я потрачу денег. 18 тысяч. Но я думаю, оно того стоит. Вот наши пассажиры. И теперь у нас еще две барки нам подчиняются. Я думаю, оно того стоит. Пушка. 12 секунд. На нашем бриге стоит такая фиговая пушка. На штат, да, 16 секунд вы... Хотите приобрести один из моих кораблей? Слишком большой калибр. Давайте поставим 16 фунтовые пушки. Потому что кулеврин, они достаточно долго передаряжают. И стоят дороже. Все, у нас стоит теперь 16 фунтов пушка. Это нам в дальнейшем пригодится. Так, давайте мораль еще поднимем чуть-чуть в каждой команде. 12 фунтовые пушки. Теперь у нас есть небольшой такой флот из двух барок. Ну и наш флагман бриг. Теперь мы можем закупаться. Это все радует. Веста у нас какие? Это Ду Визе. Нам сюда не надо пока. Корицу мы, кстати, где будем продавать? Я уже забыл. По-моему, на Редмонте. Импорт корицы, все правильно, на Редмонте. То есть, можно будет очень неплохо подняться по деньгам. С помощью такого... Курси... Ну, это... Пути такого торгового. То есть, Конченсава, Исламули, Редмон. Почему Исламули я добавил? Потому что на одной колонии столько товара нет. И закупиться на три корабля по полной сложно. Вот нас автоматом высаживают в бухте. И к нам подходят люди в капюшонах в красных рясах. Ну, они предлагают нам поговорить. Мы говорим. Они говорят, что хотят скрыть то письмо, которое нам надо перевезти. Разумеется, мы отказываемся. И они говорят, что хотят нас убить. Но у них нет шансов. С нами обучены бойцы. Ну, кроме нашего канонира, который, блин, в самый бой влез. Мы ему сейчас поможем. И у нас в предметах добавляется вот такой вот медальончик. Без описания, без всего. И в судовом журнале надпись. Странные вещи творятся, наверное, в Пелаге. Они вышли с кинжала, спрятанную в руках. Накруг проношел странные медальоны. Но не суть. В общем, можно, в принципе, пробежать через джунгли. А можно теперь выйти в море. И уже доплыть своим ходом, чтобы не бегать потом. Ну, сейчас, кстати, где? Устричный пляж. Понятно. Спорт. Ну, мы сейчас в порт, как разумеется, идем. Идем первым делом в магазин, чтобы я не забыл закупить корейца. Мой магазин к вашим услугам, сеньор. Да, у него тоже много корейца. Это хорошо, потому что у нас еще целая барка свободная. Вот у нас уже две барки забиты. Мой магазин к вашим услугам, сеньор. Не знаю, что твой магазин к моим услугам. Так, ну, еще чуть-чуть свободно. Давайте посмотрим, может, что-то еще можно закупить здесь. Экспорт. Сандау. О, Сандау можно тоже на Редмонте продать. Давайте закупим Сандау на вашу услугу, сеньор. Сколько влезет. Сандау, он, кстати, дорогой, зараза. Ну, в принципе, как корейца. Так, ну вот, сколько влезло, закупили. Все, теперь мы это все выгодно продаем. Вот за помощью, у нас сейчас 140 тысяч. Где-то на закупку товара на три корабля ушло 1030. Посмотрим, за сколько мы все это продадим. Но это потом. Сейчас мы сходим вверх. Из верфи мы сходим, сейчас скажу, куда. Сдадим квест, возьмем сразу новый. Заодно обшарим кузычки. Кстати, если с ним поговорить, имя будет вор. Просто вор. Такой безымянный непись. Без фокусов, приятель. Мне не нужны неприятности. Контрабандист Пеппин Бертильон. Он в гавани Кипердас Костелас, Пиратский остров. За его голову нам дают 7000. Ну, мы беремся. Напоминаю, что у нас только месяц на этот крест. Пиратский остров, Пиратский остров, это все потом. Сейчас мы, разумеется, пойдем в церковь. Кстати, давайте посмотрим насчет сопровождения. Может, там по пути куда-то будет? И по-моему, нас сейчас отправят на огонь. Обстряпаем дельца, а, капитан. Из церкви, я имею в виду. Заходите к нам чаще, сеньор. У нас тут всегда весело. Посмотрим, куда надо сопроводить. Может быть, поведет. Надужим. Нет, мало. Прощай. Невыгодно просто получается. Так. Я на минутку отвлекусь. Даже на секунду мне надо ответить на смс. Так, а почему-то начал падать фпс. Сильно просел. Не знаю почему. Память, что ли, кончается? Просто у меня память, а припекну вроде нет. Ладно, вроде нормально все. Так, все, я дописал смс, то я извиняюсь за эту короткую паузу. Все, телефон убираю, не подключаю, чтобы им мешали мне. И теперь мы куда идем? А, нам надо в этот. Губернатор. Ну, не к самому губернатору, разумеется, нам надо. Нам надо в церковь, просто от губернаторского дома идти недалеко. Да, что-то фпс начал падать, и я боюсь, как бы память не кончилась. Чем я могу помочь тебе, сын мой? Ну, это не дело. Сразу говорю, если резко запись прервется, я просто-напросто сохранюсь на том месте, где запись прервется, и продолжу с этого момента, прям, в следующей серии. Просто это, скорее всего, будет память, ну, означать, что у меня память кончилась. Сразу я вас просто предупредил. Доставить вам это письмо. Мы ему рассказываем о том, что случилось в бухте, то есть, как на нас люди напали. Мы соглашаемся, и у нас новый квест. Нам надо встретить Барка Монтани с уберегов Обсбэй и сопроводить его на Исламуле. Обязательно сопроводим, но это все потом. Эту серию я хочу уже завершать, но прежде я хочу сплавать и продать наш закупленный товар, посмотреть, сколько мы выручим денег. А прежде чем мы это сделаем, давайте сплавим вот куда. Мы высадились на устричном пляжу, и по идее мы должны были через джунгли идти, и назад тоже, по идее, должны были идти через джунгли. И смотрите, что будет. Появятся опять здесь люди, вот эти. То есть, они как бы нас будут ждать и на обратном пути. То есть, вот мы их перебили. Кстати, если мы еще раз включали, по-моему, их больше не будет. Да, все, они больше не появляются и не беспокоят нас. То есть, вот... Ну, это так. Так, сохранимся. Полида Клиора на Редмонд. Обязательно на Редмонд. На основной сюжет я пока предлагаю забить, извиняюсь за выражение, болт. Привезли что-нибудь интересное, капитан. Привезли что-нибудь интересное, капитан. Привезли что-нибудь интересное, капитан. Итого у нас вышло 180 тысяч. Где-то 10 тысяч мы выручили. Закупились мы тысяч на 30, может даже поменьше. А вышло у нас где-то 1040. Ну, в принципе, выгодно. К тому же, теперь у нас... Привезли что-нибудь интересное, капитан. Нет, маленькое, маленькое. Ну, в принципе, если еще барку купить, прям что-то как-то меня понесло. Так, ну и что, куда теперь? Давайте подумаем. Дувезен ждет. Не хочу я пока основной сюжет выполнять. Странные вещи творятся. Это нам надо на Оксбей. Думаю, я сплавлю на пиратский остров. Быстренько убью этого чувака, потому что, чтобы не забыть этот, про этот квест, потому что нам только месяц на его исполнение дается. От пиратского острова поплывем на этот, на Оксбей. Собравлю, ну... Встретим там барк. И оттуда уже как раз по этим двум квестам поплывем на Исламуле. Опять убьем двух зайцев одним выстрелом. То есть начнем следующую серию путешествия на пиратский остров. А пока, пока, пока. Давайте подумаем. Что у нас еще есть? О, у нас уровень, ну, репутация. Герой. Круто. Журнал торговли, предметы. Так, это все мне пока не надо. В принципе, на этом я, наверное, серию свою заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам все нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Также, как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь. Если есть пожелания, жалобы, предложения, пишите в комментариях к видео. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Мегасилир 12. До новых встреч. Пока. Удачи вам.